Миракл Ласоснул Теперь он больше не самый скилловый киберспортсмен современности, а лишь второй номер с жалкими 9200 ммр, ведь вчера один паренек из Вьетнама взял планку в 10 тысяч соло рейтинга. Да, 10 косарей, это примерно в 2 раза больше, чем суммарный ммр средней фуллпати на русском сервере. Ну и как же ему это собственно удалось? Сейчас расскажу. Поехали! Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть. На сайте anylevel.com можно купить аккаунт Dota2 с любым рейтингом, данные о котором моментально придут на твой имейл. Также можно запустить свой аккаунт и при этом контролировать весь процесс. Anylevel.com – магазин с железными гарантиями, а по ссылке в описании действуют специальные скидки для моих подписчиков. Вот он, красуется на топ-1 и обгоняет своих конкурентов минимум на полторы тысячи. И знаете что? Он сюда ворвался за одни сутки. Буквально пару дней назад у него было всего лишь те же восемь с копейками тысяч. А сейчас вот он уже самый жёсткий плеер мира. По крайней мере если верить цифрам. И давайте зайдём на его дотабаф. На чём же он всё таки поднялся и в чём секрет его успеха? А тут у нас очень странная картина. Целая куча каточек с нулевой длительностью по времени и с одним киллом. Что это за новая такая страта и как ею воспользоваться? Отвечаю! Это наш чудесный матчмейкинг, в котором столько дыр и недоработок, что его можно обузить как угодно и сколько угодно. Доскональные механизмы, которыми пользовался наш MALGK неизвестны, но и ослу понятно, что это явный обуз. Как предполагают некоторые, он просто делал несколько пати из 5 человек в несколько окон и, как вы понимаете, всё это дело обузил и переливал себе рейтинг. Больше 1000 рейтинга за сутки, причём на таких заоблачных цифрах. Ну а что же, собственно, сделали Valve? Вот эта часть, это самое интересное, из-за чего я и затеял этот видос. Может быть они дали ему перманентный бан или публично заявили, что их система рейтинга – это какое-то позорное днище, которое нужно менять? Ну, собственно, почти. На самом деле они не сделали ничего, Valve ничего не сделали. Чел из Вьетнама до сих пор висит на топ-1 планеты, а разработчики по всей видимости спят или смотрят мемасы. В общем, как-то им вообще насрать. И конечно они его скоро оттуда скорее всего делитнут, но на реддите уже возникают такие, знаете, мятежные очаги, которые всё больше и больше хейтят Valve и RMM-систему, которую наши любимые разработчики обещали поменять и усовершенствовать ещё 87 тысяч лет назад. Надеюсь, что всё это сложившееся послужит неким триггером и будет какой-то флешмоб, хештег или хрен его знает что ещё. И в итоге мы наконец-то увидим обновлённую систему рейтинговых матчей. Потому что у меня, например, сил терпеть это дерьмо уже нет, и я несколько месяцев в этот зверинец вообще не играю. Как и вам в принципе не советую. А тем более учитывая то, как здесь некоторые поднимают себе миллиона рейтинга за ночь. Ведь какой смысл потеть, когда завтра ты на своих честных 8 тысячах попадёшь в тиму с каким-нибудь малджикеем, который играет на свои честные 2к. В общем, думаю вы поняли, что я хотел этим сказать и думаю, что если Valve не обеспокоится ситуацией с РММом, то дота долго не протянет. По крайней мере на такой точке, на которой она держится сейчас. А на этом, пожалуй, всё. Пишите, как бы вы предложили изменить РММ, хотя бы в общих словах. Пишите, как по-вашему отреагирует Valve на всю эту ситуацию, а также подписывайтесь и не забывайте ставить лукасы. Не знаю, зачем они мне нужны, но лучше, когда их больше. Тут, в принципе, как и с рейтингом. Да. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...